Тут два варианта жизни. Либо отдыхать и спиваться, либо в тюрьму. А че ты стоишь такой, аху** здесь? Ты в город приедешь, а бабок нет. Уже неделю в телеграм-каналах обсуждают ролики, посвященные добровольной службе по контракту в вооруженных силах России. По задумке авторов, нищета, а главная мотивация русского мужчины пойти на службу. Кто занимается информационной диверсией и дискредитацией армии России? Меня зовут Гульнара Хабирова. Сейчас расскажу все, что известно по теме на момент выпуска этого ролика. Я по телеку видел, как наши ровесники гражданских на Донбассе спасают. А мы тут сидим и бухаем. Могли бы пользу принести. Ладно, бывайте. Садись, подвезу. Я тоже решился, надо нашим помочь. Но здесь все ясно. В соцсетях также разошлось видео про пожилого мужчину, который из-за бедности продает свою старенькую копейку. В конце видео внук подписывает контракт и обещает помогать деду. Мол, теперь уж точно не пропадем. Дед! Саша! Не надо нашу ласточку продавать. А вас я более не смею задерживать. Вы, конечно, извините за беспокойство, но свой шанс вы уже упустили. Дед, я контракт подписал. Теперь уж точно не пропадем. Актер Денис Король, снявшийся в роли покупателя машины, извинился за съемки. На своей странице ВКонтакте Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что все сцены снимались отдельно, а результат увидел, когда только все уже было смонтировано. Денис написал, что создатели видео оставались в тени, а весь негатив в итоге обрушился на актеров и, конечно, принес свои личные извинения. Пока кто конкретно снял эти ролики, неизвестно. Украинский блогер Анатолий Шари предположил, что российских актеров сняли за бюджетные средства. И что к производству этого непотребства имеет отношение Кристины Потупчик. Медиа-менеджер же ответила провокатору, что от этого дерьмища, в смысле роликов, несет или измены, или глупостью. И что такое она бы и за 100 миллионов делать не стала. А также предположила, что за всем этим стоит Киев. Мы возмущены тем, что делаете из нас фронтовиков, корыстных негодяев. Мы здесь, на Украинском фронте, для того, чтобы остановить врага, который хочет уничтожить нашу страну и разрушить наши дома. А это ответочка уже от наших военнослужащих. Действительно, в нашей стране, как и во многих других, люди живут по-разному. Только неправда в этих унизительных роликах, то, что деньги являются одним из мотивов пойти защищать родину. Россиян лишили достоинства и просто человеческого патриотизма, искренней любви к родине. В общем, ждать осталось недолго. Кто конкретно стоит за кринжом в соцсетях о добровольной службе в России, скоро станет известно. Обо всем расскажу. Субтитры подогнал «Симон»